Фитошампунь Фитошампунь В состав этого средства войдут курильский чай, папоротник, календула, а также еще десяток полезных сушеных трав. Все ингредиенты смешивают и отправляют в котел. Я почувствовал себя настоящей бабой-егоей сказки, которая варит зелье. Только этот отвар очень полезный. Котел заливается 80-градусной водой. А так как котел имеет свойство термостата или термоса, грубо говоря, то они настаиваются при 80 градусах в течение суток. Именно за это время вода успевает обогатиться полезными компонентами трав. Осталось добавить в нее моющие компоненты – мягкие павы. Собственно, это то, что смывает грязь нашей кожи. Основной пав – это анионное поверхностно-активное вещество, которое обладает очень хорошей смывающей способностью. Мягкого пава шампуня должно быть от 10 до 15%. Активные вещества добавляют медленно, небольшими порциями, иначе в шампуне могут образоваться комки, а это брак. Через 40 минут масса становится однородной, но слишком жидкой. Чтобы получить тягучую консистенцию, добросовестные производители добавляют натуральный компонент. Самой нейтральной является пищевая соль. Мы ее употребляем в пищу. Поэтому лучший вариант – это пищевая соль, которая получается естественным путем. Это природный продукт. Три часа интенсивного перемешивания, и шампунь отправляется в цех упаковки, а дальше – на прилавке магазинов. Как же выбрать настоящий фитошампунь, а не подделку? Качественный фитошампунь на 80% состоит из трав. Но даже ему необходим консервант. Если в качестве консерванта используется бронопол, и вы нашли его в составе, верните такой шампунь обратно на полку, потому что бронопол выделяет бром. Куда лучше, если в качестве консерванта используют катон? Он безопасен. Хотя консервант в этих косметических средствах и присутствует, у настоящего фитошампуня не должен быть долгий срок хранения, не больше двух лет. Помните, чем он меньше, тем больше в шампуне натуральных экстрактов. Однако, как говорят эксперты, потребителям не стоит бояться и некоторой синтетики. Кто сказал, что если они напорятся на химию, то они пострадают? Это никто не говорил. Тоже самое ловится льфат натрия, то есть самый популярный сейчас ингредиент, моющий ингредиент является достаточно безопасным. Не обошлись стороной в производстве фитошампуни и отдушку. Не стоит переживать. Она может быть как натуральной, к примеру, эфирной масла, так и синтетической. Главное, в каком количестве. Настоящий фитошампунь нужно выбирать по запаху. Тонкий, едва заметный аромат – признак качественного товара. Если запах слишком резкий, будьте внимательны. Значит, недобросовестный производитель переборщил с отдушкой. Это может стать причиной аллергии. Если вы продолжаете пользоваться этим же шампунем, то можно дойти до серьезных драматозов. То есть это уже могут быть серьезные кожные заболевания. Еще один верный признак настоящего целебного шампуня – это цвет. Качественный фитошампунь должен быть прозрачным – цвета отвара трав. Но если же он вдруг забелен или какой-то мутный – насторожитесь. Скорее всего, производитель просто сэкономил на травах и использовал много химии. Такой шампунь лучше не брать. Теперь все внимание к упаковке. Специалисты советуют выбирать темный пластик. При попадании яркого солнечного света любой отвар может разлагаться. Ну вот, теперь пришла пора испытать выбранный по всем правилам образец. Как и у большинства потребителей, у нас сразу возникает вопрос – почему он практически не пенится? О чем это говорит? О низком качестве? Вовсе нет. Запомните, у настоящих фитошампуней пенящие свойства намного слабее, чем у обычных. В фитошампунях пена очень небольшая из-за большого количества отваров трав. Проблемы могут возникать лишь с расчесыванием, а потому специалисты рекомендуют использовать после фитошампуня бальзам-кондиционер.